Место этой экспозиции выбрано не случайно. Именно здесь, на территории Десятиного монастыря на протяжении многих веков, работали и продолжают работать мастерские художников и конописцев. Церковное искусство всегда было неотъемлемой частью русской культуры. И эта выставка организована для того, чтобы больше жителей гостей города смогли увидеть уникальные работы. Это писалось по храмам, для храмов. И люди, которые заказывали, молились и просили Бога, чтобы Господь даровал бы хорошо исполнить икону. Но и многие-многие люди, которых я знаю здесь, новгородцы, они тоже, будучи верующими людьми, подходили к очень серьезной ответственности. Они писали, они понимали, что они пишут для молитвы. Большинство произведений – это копии уже некогда написанных икон. Церковные художники исполняли работы по технологии древних мастеров с использованием натуральных материалов. Это различные оттенки охор и полудрагоценные камни. На выставке представлены иконы, шитье, мозаика, художественная обработка металла, камня и резьба по дереву. Участие в ней приняли 15 новгородских художников. Внимание привлекает и дуэт, выполненный Михаилом и Эльвирой Шалковыми. Это мозаичная икона, святой убрус. Для выполнения этого образа мастера использовали липу, дуб, смальту, камень и сусальное золото. При свете солнечных лучей образ переливается и будто оживает. Лиля Лепшина, куратор выставки, тоже представила свое творчество. Это плащаницы Христа и Богоматери. Литургические покровцы, закладки, вышитые шелковыми, золотыми и серебряными нитями по шелковым тканям. Мы решили выйти из своих мастерских, выйти из храма, вынести иконы и другие предметы декоративно-прикладного искусства, чтобы могли их увидеть люди, которые не ходят в храм. Чтобы они увидели, что это искусство живо. Мало того, что оно живо, оно возрождается. Представлены в экспозиции несколько резных икон. Здесь же посетителям показывают экспонаты мелкой каменной пластики. В качестве материала использован эльменский известняк, из которого в средние века резали кресты, образки, строили храмы. Все эти уникальные работы уже сейчас могут увидеть гости и жители Великого Новгорода. Выставка будет открыта для посетителей до 19 декабря. Екатерина Приписнова, Максим Лебедев. Новости. Новгородское областное телевидение.